Сегодня я хочу привезти вас в африканский Буш, в маленькую деревню. Из центра этой деревни исходит несколько путей, которые позволяют людям доходить до полей, до леса, где они работают, и, конечно же, также дают им возможность посещать другие деревни. Рядом находится также небольшая тропинка, по которой ходит только один человек, пастор этой деревни. День за днем он рано утром с восходом солнца ходит по этой тропинке и молится. Это его путь с молитвой. Конечно же, эта тропинка чистая и четкая, благодаря тому, что он ежедневно по ней ходит. Однажды в конце богослужения к нему подходит прихожанин и говорит, я выходил из деревни и проходил мимо вашей тропинки, по которой вы ходите. Мы знаем, что вы ходите по этому пути молиться. И я заметил, что на этом пути теперь много травы. Итак, прихожанин заметил, что пастор стал гораздо реже ходить по этой тропинке, и в результате тропинка заросла травой. Хочу вам сегодня задать один вопрос. А как обстоят дела с вашей молитвенной тропинкой? Чиста ли ваша тропинка? Потому что вы по ней постоянно ходите. Молитесь ли вы с постоянством? Или взросла ваша молитвенная жизнь с сорняками, то есть беспокойством или усталостью? Может быть, вы перестали молиться и потеряли мотивацию? Видите ли, молитва должна быть подобна дыханию, постоянной и беспрерывной. Мы дышим молитвой и наша душа, наш внутренний человек, нуждается в этом постоянном дыхании. Постоянное, регулярное дыхание. Это образ молитвы, связи и близких отношений с Богом. Многие христиане подобны китам, которые делают глубокий вдох и исчезают на несколько минут, на полчаса, порой даже на час или больше. Затем они опять поднимаются к поверхности, чтобы сделать вдох, однако это неверный образ молитвы. Как я и говорил, молитва должна быть подобна постоянному дыханию. Я бы хотел в простоте сердца поделиться с вами несколькими советами из Библии и из моего личного опыта. Они помогут вам вновь найти вашу молитвенную тропинку. Важно отметить, что эта молитвенная тропинка узкая, и она может очень быстро зарасти травой, если перестаем по ней ходить. Тропинка узкая, потому что с человеческой точки зрения молиться кажется сложным. Библейские стандарты таковы. Бодрствуйте и молитесь. Непрестанно молитесь. Должны всегда молиться. Апостол Павел сказал, всякая молитва и прошение молитесь во всякое время. Иисус спросил учеников, «Разве не могли вы один час бодрствовать со Мною?» С человеческой точки зрения кажется невозможным поддержать такой ритм молитвы и, образно говоря, ходить по этой молитвенной тропинке, чтобы оставаться в общении с Богом. Первое, что нельзя забывать, так это то, что сам Бог приходит к нам на помощь. Дорогой мой друг, сам Бог желает тебе помочь молиться сегодня. Для этого нам необходим Дух Святой. В послании к римлянам 8 главе 26 стихе написано, что Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших, так как мы не знаем, о чем молиться, как должно. Он Сам ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Вы просили помощи у Духа Святого? Действительно ли вы исполнены Духом Святым? Если вы покаялись в своих грехах и пригласили Христа в свою жизнь, тогда вы можете и должны попросить Духа Святого наполнить вас своей силой. Примите Его жизнь и просто помолитесь с верой, надеждой и ожиданием, и вы обязательно получите. Вы увидите, что в вашей молитвенной жизни появится новое измерение. Также важно, чтобы ваши приоритеты были правильно расставлены. Давайте вспомним Деяния 6 главу. Церковь росла. Первая церковь очень стремительно развивалась. Наряду с этим появлялись новые проблемы, новые задачи, и необходимо было действовать. Однако апостолы понимали, что нельзя оставлять молитву и Слово. Они сказали, вы поставьте структуру, а мы пребудем в молитве и служении Слова. Суета, усталость и избыток дел, происходящих вокруг нас, могут задушить молитвенную жизнь и способствовать тому, что тропинка зарастет травой, так как вы пренебрегли ей. Итак, первое. Попросите помощи у самого Бога. Теперь мы должны также обратить внимание на свои мотивы. Если ваш ребенок обращается к вам только тогда, когда ожидает подарок, скажем, на день рождения или на какой-то другой праздник, или чтобы получить деньги на карманные затраты, вы опечалитесь, потому что вы стремитесь иметь постоянное общение с Ним. Вы желаете обсуждать какие-то вещи, обмениваться мнениями, смеяться вместе и просто быть вместе с Богом так же. Мы часто приходим к Нему, потому что у нас нужды, проблемы, бремя, беспокойство. Нужды заставляют нас молиться. Но Бог спрашивает, а готов ли ты молиться просто для того, чтобы проводить время вместе со мной? Готовы ли вы искать Бога ради Бога, а не только, чтобы получить ответы? Важен ваш мотив. Я завершаю следующими словами. Ожидайте Бога, ведь когда вы молитесь, ожидайте Его. Не молитесь религиозно, чтобы вам было просто спокойно на душе от того, что вы исполнили задание. Это совершенно бессмысленно. Ожидайте, что произойдет нечто. Когда мы молимся, рука Господа действует. Когда человек молится, Бог трудится. Когда мы молимся, что-то сверхъестественное происходит. Верьте этому, даже если порой обстоятельства говорят об обратном. Даже если ничего не происходит и не виден ответ, будьте терпеливы, настойчивы. Ожидайте Его. Вера в Бога позволяет нам оставаться в покое и знать, что Бог начнет вмешиваться в нужное время. Доверяйте Ему полностью. Ну и завершаю я двумя красивыми и простыми стихами. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. И Евангелие от Матфея, 21 глава, 22 стих. Это легко запоминается. В первом месте Писания написано, «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне». То есть будь с Богом, и пусть тебя ничего не отвлекает, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вы всегда выигрываете, когда вы в тайной комнате с отцом. Вы не попрошайка. Вы дитя, сын или дочь отца. Вы получаете не просто крошки, но хлеб. Вы получаете пищу от отца, когда вы приближаетесь к нему. В Евангелии от Матфея, 21 главе, 22 стихе, говорится следующее. «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Пусть это слово веры вдохновит вас молиться. «Это мое желание и моя молитва ради каждого из вас, тех, кто смотрит нас». Ну что же, пусть Бог вас обильно благословит.